Сказки южных морей Дом Мапуи Плавно скользила под слабым бризом тяжелая неуклюжая Аораи. Капитан, ловко лавируя, лег в дрейф как раз против опасной полосы прибоя. Атолл Хикуэру слегка возвышался над водой. Во время прилива песчальный круг измельченного коралла 100 ярдов шириной и 20 миль в окружности поднимался от 3 до 5 футов над уровнем моря. Дно обширной зеркальной лагуны изобиловало жемчужными раковинами. Из палубы Шхуны, находившейся за узким кольцом атолла, можно было различить водолазов, поглощенных работой. Вход в лагуну оставался недоступным даже для торговых шхун. При благоприятном ветре грибные суда пробирались туда по извилистому мелкому каналу, но Шхуны разгружались и нагружались вне его пределов. Туда они посылали свои небольшие лодки. Без промедления Аораи спустила лодку и около полудюжины темнокожих матросов с одними лишь ярко-красными повязками на бедрах проворно вскочили в нее. Они разместились у весел, а место на корме, у руля, занял молодой человек, одетый в белую. Отличительный признак европейца под тропиками. Но это не был чистокровный европеец. Золотая кровь полинезийца просвечивала сквозь его светлую, позолоченную солнцем кожу и рассыпала золотистые блики в мерцающей синеве его глаз. Рауль. Александр Рауль. Был младший сын Марии Рауль, зажиточной квартиронки, которая владела полудюжиной торговых шхун. Пересекая водоворот, образовавшийся у самого входа, скользя и взлетая на пенистые бурлящие волны, лодка прокладывала себе путь к зеркальному спокойствию лагуны. Молодой Рауль выпрыгнул на белый песок и обменялся рукопожатием с высоким туземцем. Грудь и плечи этого человека были великолепны, но обрубок правой руки, свыдававшейся на несколько дюймов и побелевшей от времени костью, свидетельствовал о столкновении с акулой, которая положила конец его благоденствию и превратила его в льстеца и проныру, добивающегося ничтожных подачек. «Вы слыхали, Алик?» – были его первые слова. «Мапуй нашел жемчужину, и какую?» «Никогда такой жемчужиной не вылавливали в Хекуэре и во всем по умоту. Да такой вы нигде не сыщите. Купите ее, она сейчас у него. И помните, что я первый сообщил вам о ней. Он простак и продаст дешево. Есть у вас табак?» Вверх по берегу направился Рауль к хижине, скрытой пандановым деревом. Рауль был судовым приказчиком своей матери, и на нем лежала обязанность объезжать острова всего по умоту и скупать местные сокровища – копру, раковины и жемчуг. Судовым приказчиком он был недавно. В этом звание отплавало лишь второй раз, и недостаток опытности в оценке жемчуга доставлял ему немало тайных мучений. Но когда Мапуэ показал ему жемчужину, он постарался скрыть свое восхищение и принял равнодушный вид делового человека. Жемчужина поразила его. Величиной она была сголубиное яйцо безукоризненной формы. Ее опаловая белизна искрилась отраженными лучами всех красочных тонов. Она казалась живой. Никогда Рауль не видел ничего подобного. Когда Мапуэ опустил жемчужину ему на руку, ее вес удивил и убедил, что то была действительно редкая жемчужина. Он рассмотрел ее тщательней в карманную лупу. Не было ни одного пятнышка, ни малейшего изъяна. Безукоризненно чистая, она, казалось, растворяется в воздухе. В тени она нежно светилась, словно молодой месяц. Она была такой прозрачно-белой, что, опустив ее в стакан воды, он с трудом нашел ее там. Быстро и ровно упала она на дно, и это говорило ему о превосходном весе. «Хорошо». «Что хочешь ты за нее?» спросил он с напускной небрежностью. «Я хочу», начал Мапуэ, а за его спиной, обрамляя его темное лицо, закивали такие же темные лица двух женщин и девочки, выражая свою полную солидарность с его желанием. Их головы наклонились вперед. Сдерживаемое нетерпение оживляло их лица, жадностью горели глаза. «Я хочу дом», продолжал Мапуэ, «дом с крышей из бальванизированного железа и восьмиугольными стенными часами. Он должен быть сорока футов в длину с террасой вокруг. «Хочу, чтобы в доме была большая комната с круглым столом посередине и с восьмиугольными часами на стене. Там должны быть четыре спальни по обе стороны большой комнаты, а в каждой спальне железная кровать, два стула и умывальник. Позади дома кухня. Хорошая кухня с горшками, кастрюлями и печкой. И дом ты должен построить на моем острове на Факарава». «Все?» – недоверчиво спросил Рауль. «В доме должна быть швейная машина», громко заявила Тефара, жена Мапуэ. «Не забудь о восьмиугольных часах на стене», прибавила Наури, мать Мапуэ. «Да, это все», – подтвердил Мапуэ. Молодой Рауль засмеялся. Он хохотал долго и искренне, но в то же время в уме решал арифметическую задачу. Никогда в жизни он не строил домов, и его познания в этой области были туманны. Продолжая смеяться, он вычислял стоимость проезда на Таите за материалом, стоимость материала и обратного путешествия на Факараву, расходы по выгрузке материала на берег и по постройке дома. Общая сумма достигала 4000 французских долларов, не считая страховки, 4000 французских долларов или же 20000 франков. Это невозможно. Откуда он мог знать стоимость такой же мчужины? 20000 франков – изрядная сумма денег, к тому же деньги были материнские. «Мапуэ», – сказал он, «ты большой дурак, назначь цену наличными деньгами». Но Мапуэ покачал головой и вместе с ним качнулись три головы за его спиной. «Я хочу дом», – повторил он, «дом 40 футов длиною с террасой вокруг». «Да, да», – прервал его Рауль, «я слыхал о твоем доме, но это дело не подойдет. Я даю тебе тысячу чилийских долларов». Четыре головы дружно качнулись, отказываясь дать согласие. «И на 100 чилийских долларов товара». «Я хочу дом», – снова начал Мапуэ. «Что толку в доме?» – задал вопрос Рауль. «Первый же ураган сметет его с лица земли. Тебе бы следовало это знать. Капитан Рэфи говорит, что и сегодня нам не миновать урагана». «Не на Факарава», – ответил Мапуэ. «Там местность значительно выше. На этом острове, да, каждый ураган может смести Хикуэра. «У меня будет дом на Факарава. Он должен быть 40 футов в длину, с террасой вокруг». И Рауль выслушал снова повествование о доме. Несколько часов потратил он, стараясь выбить навязчивую идею из головы Мапуэ. Но жена Мапуэ и мать, и дочь Нгакура поддерживали его в этом решении. Выслушивая в двадцатый раз детальное описание требуемого дома, Рауль сквозь открытую дверь заметил причалившую к берегу вторую лодку Сашхуны. Матросы оставались на веслах, что указывало на необходимость немедленного возвращения. Первый помощник Аураи выпрыгнул на берег и, обменявшись фразой с одноруким туземцем, поспешил навстречу Раулю. Внезапно стало темно. Поднявшийся вихрь затмил лик солнца. На поверхности лагуны Аурауль различил приближающуюся зловещую полосу волн, вздутых ветром. «Капитан Рэффи передает вам, что, оставаясь здесь, вы попадете в дьявольскую переделку», объявил помощник. «Если здесь имеются какие-нибудь раковины, придется вернуться за ними позже». «Вот что», — говорит капитан. Барометр упал до 29.70. Бешеный порыв ветра ударил по пандановому дереву, под которым сидел Рауль, и понесся сквозь пальмовую рощу, сбрасывая спелые кокосы со стуком, падавшие на землю. Издалека приближался дождь. Слышался злобный рев ветра, вздымающего воду лагуны пенистыми метущимися валами. С резким шумом упали первые капли дождя на листья, когда Рауль вскочил на ноги. «Тысячу чилийских долларов, получай наличными, Мапуи», — сказал он, «и на 200 чилийских долларов товара». «Я хочу дом», — твердил тот. «Мапуи», — воскликнул Рауль, стараясь перекричать шум ветра. «Ты дурак». Он выбежал из хижины и вместе с помощником стал пробираться по берегу к лодке. Лодки не было видно. Тропический ливень окутал их плотной завесой. Они различали лишь почву под ногами до злобные маленькие волны лагуны, хлещущие и разъедающие песок. Какая-то фигура выпрыгнула из-под завесы дождя. То был однорукий хуру-хуру. «Получили жемчужину?» — крикнул он в самое ухо Раулю. «Мапой дурак!» — был ответный крик, и через секунду они потеряли друг друга в низвергающемся потоке дождя. Полчаса спустя хуру-хуру с берега Аттола, обращенного к морю, увидел, как подняли обе лодки, и Аураи повернулась носом к открытому морю. Неподалеку показалась другая шхуна. Она неслась с моря на крыльях шквала. Потом легла в дрейф и спустила на воду лодку. Он узнал ее. Это была Арагена, принадлежавшая Торике, полукровке торговцу, самолично выполнявшему обязанности судового приказчика. И в данный момент, несомненно, он сидел на корме своей шлюпки. Хуру-хуру отрывисто рассмеялся. Он знал, что Мапуэ год назад взял в долг у Торики товар. Шквал затих. На зеркальной поверхности лагуны сверкали горячие лучи солнца. Но воздух оставался удушливым и вязким. Тяжесть его давила на легкие и затрудняла дыхание. «Вы слышали новость, Торики?» спросил Хуру-хуру. Мапуэ нашел жемчужину. Никогда такой жемчужины не вылавливали ни в Хикуэре, ни в Паумоту. Нигде бы там ни было. Мапуэ простак. К тому же он вам должен. Помните, что я первый сообщил вам? Есть у вас табак? И к травяной хижине Мапуэ направился Торики. Он был человек наглый и притом глуповатый. Беззаботно взглянул он на удивительную жемчужину, бросил лишь один взгляд, а затем спокойно опустил ее в карман. «Тебе повезло», — сказал он. «Прекрасная жемчужина, я открою тебе кредит». «Я хочу дом», — начал было ошаловленный Мапуэ. «Дом сорок футов длиною». «Сорок футов рассказывай своей бабушке», — был ответ торговца. «Тебе надо уплатить долг, вот и все». «Ты был должен мне двенадцать сотен чилийских долларов. Прекрасно. Теперь ты ничего мне не должен. Счет погашен». «А кроме того, я открываю тебе кредит на двести чилийских. Если, добравшись до ТАИТи, я выгодно продам жемчужину, я тебе открою кредит еще на одну сотню. Итого три сотни. Но помни, только в том случае, если хорошо продам жемчужину. Я ведь могу и потерять на ней». Мапуэ, горестно сжав руки, сидел с опущенной головой. У него отняли жемчужину. Вместо дома пришлось уплатить долг. И ничего осязаемого он не получил. «Ты дурак», – сказала Тефара. «Ты дурак», – повторила Наури, его мать. «Зачем ты дал ему в руки жемчужину?» «Что мне было делать?» – протестовал Мапуэ. «Я ему должен. Он знал, что у меня есть жемчужина. Вы сами слышали. Он просил ее показать. Я ему ничего не говорил. Он знал. Кто-то сказал ему. А я ему был должен». «Мапуэ дурак», – повторила как попугай Нагакура. «Ей было двенадцать лет, и она не давала себе отчетов происходившим. Мапуэ дал исход своим чувствам, закатив ей пощечину. А в это время Тефара и Наури заливались слезами и, с женским упрямством, продолжали его укорять. Хуру-Хуру со своего наблюдательного поста на берегу увидел третью шхуну, которая легла в дрейф у входа в лагуну и спустила шлюпку. Это была Хира. Удачное название, так как шхуна принадлежала Леве, немецкому еврею, самому богатому из всех скупщиков жемчуга. А Хира, как известно, таитянский бог рыбаков и воров. «Слыхали новость?» спросил Хуру-Хуру, высадившегося на берег Леве, толстого человека с массивными неправильными чертами лица. Мапуэ нашел жемчужину. Не было еще такой жемчужины ни в Хикуэре, ни во всем Паумоту. Нигде бы там ни было на свете. Мапуэ дурак. Он продал ее Тарике за четырнадцать сотен чилийских. Я подслушал и знаю. Тарике глуповат. Вы можете дешево купить у него жемчужину. Не забудьте, что я первый сообщил. Есть у вас табак? Где Тарике? В доме капитана Линча. Пьют абсент. Он сидит там уже целый час. И пока Леви и Тарике пили абсент и торговались, Хуру-Хуру подслушивал. Он узнал, что они сошлись на неслыханной цене. Двадцать пять тысяч франков. В это время Арагена и Хира, подплыв ближе к берегу, начали стрелять из пушек и сигнализировать. Когда оба торговца и капитан вышли на берег, обе шхуны поспешно отплывали, спуская гроты и бом-клевера, спасаясь из пасти шквала, который пришпоривал их и гнал побелеющей пеной в воде. Затем дождь поглотил их. «Они вернутся, когда пройдет шквал», сказал Тарике. «Разумнее было бы и нам не оставаться здесь». «Барометр, должно быть, упал еще ниже», заметил капитан Линч. Это был седобородый морской волк, слишком старый, чтобы продолжать службу. Он понимал, что для него с его астмой Хикойра является единственным подходящим местом для жизни. Он вошел в дом проверить барометр. «Великий Боже!» Услышали они его восклицание и бросились вслед за ним взглянуть на стрелку, остановившуюся на 29.20. Все трое снова вышли, на этот раз озабоченно и внимательно поглядывая на море и на небо. Шквал утих, но небо оставалось мрачным. На море показались обе шхуны и присоединившиеся к ним третья. На всех парусах они возвращались назад. Но ветер изменил направление и паруса безжизненно повисли. А пять минут спустя ветер внезапно подул с другой стороны, отшвырнул шхуны назад и те, что стояли на берегу, видели, как в один момент снасти были сорваны. Громко, глухо угрожая, шумел прибой. Шли тяжелые, вздувшиеся, бесчисленные валы. Ослепительно вспыхнула страшная полоса молнии. Мощными раскатами загрохотал гром. Тарики и Леви бросились сквозь завесу дождя к своим лодкам, прыгающим на волнах подобно испуганным гиппопотамам. Когда обе лодки выскользнули из прохода, мимо них пронеслась в лагуну лодка с Аорая. На корме, ободряя грибцов, стоял Рауль. Он не в состоянии был выбросить из головы мысль о жемчужине и возвращался, готовый уплатить за нее мапуи домом. Он высадился на берег под гремящим, захлестывающим ливнем, таким густым, что ничего не видно было вокруг, и столкнулся с Хуру-Хуру. «Слишком поздно!» — крикнул Хуру-Хуру. Мапуи продал ее Тарике за 14 сотен чилийских, а Тарике уступил ее Леви за 25 тысяч франков, а Леви продаст ее во Франции за 100 тысяч франков. «Есть ли у вас табак?» Рауль почувствовал облегчение. Настал конец всем его тревожным колебаниям. Ему не нужно было больше беспокоиться, хотя жемчужина и не досталась ему. Но он не поверил Хуру-Хуру. Мапуи еще мог продать ее за 14 сотен чилийских, но чтобы Леви, знаток жемчуга, заплатил за нее 25 тысяч франков, это казалось преувеличением. Рауль решил расспросить капитана Линчера. Но, подойдя к дому старого моряка, он застал его взирающим широко раскрытыми глазами на барометр. Что он показывает? С беспокойством спросил капитан, протирая очки и снова вглядываясь в прибор. — Двадцать девять десять, — ответил Рауль. — Этого я еще никогда не видел. — Ну еще бы, — фыркнул капитан. — Пятьдесят лет я плавал по всем морям, а такого падения барометра еще не видывал. На секунду они притихли. Прибой грохотал и сотрясал дом. Они вышли. Шквал миновал. На расстоянии мили они различили лежавшую в дрейфе аурае с обвисшими парусами. Она ныряла и безумно металась на страшных волнах, в стройной процессии, катившихся на северо-восток и яростно взлетающих на коралловый берег. Один из матросов указал на зияющую пасть канала и покачал головой. Рауль поглядел в ту сторону и увидел скипающую белую пену и мятежные волны. — Я думаю, придется на ночь остаться с вами, капитан, — сказал он. Затем, повернувшись к матросу, приказал ему втащить лодку на берег и приискать себе и товарищам убежище на ночь. — Ровно двадцать девять, — возвестил капитан Линч, возвращаясь со стулом в руках после вторичного обследования барометра. Он сел и стал смотреть на море. Показалось солнце. Духота все увеличивалась. Мертвое затишье продолжалось. Волнение же на море росло. — Понять не могу, откуда эти волны, — возмущенно проворчал Рауль. — Ветра нет, но посмотрите на море. Полюбуйтесь-ка этой волной. Волна, увлекавшая десятки тысяч тонн воды и растянувшаяся на несколько миль, потрясала неустойчивый оттол, дрогнувший словно при землетрясении. Капитан Линч испугался. — Боже милостивый! — воскликнул он, приподнимаясь со стула и снова падая на него. — Но нет же ветра, — настаивал Рауль. — Понимаю, если бы был ветер. — Дождетесь и ветра. Нечего скучать по нем. — Раздался угрюмый ответ. — Оба погрузились в молчание. Пот выступил на их коже мириадами маленьких капель. Эти капельки, сливаясь вместе, образовали большие капли. Те, в свою очередь, соединялись и струйками стекали на землю. Дышать было трудно, особенно тяжело пришлось старику. А море заливало берег и лизало стволы кокосовых пальм, подступая почти к ногам Рауля и Капитана. — Никогда так не поднимался уровень воды, — заметил капитан Линч. — А я уже одиннадцать лет живу здесь. Он посмотрел на часы. — Сейчас три часа. Мимо медленно прошли подавленные горем мужчина и женщина. За ними тянулась пестрая свита мальчуганов и собачонок. Они остановились позади дома и после долгих колебаний уселись на песок. Пять минут спустя другая семья притащилась с противоположной стороны. Мужчины и женщины несли домашний скарб. И скоро сотни людей различного возраста и пола столпились вокруг жилища капитана. Он подозвал одну только что прибывшую женщину с грудным ребенком на руках и, расспросив ее, узнал, что вода смыла ее дом в лагуну. Дом капитана был расположен на самой высокой площадке Атолла. Уже во многих местах мощные волны пробили настоящие бреши в тонком коралловом кольце и слились с водой лагуны. Кольцо имело 20 миль в окружности, а максимальная его ширина достигала 100 ярдов. Был разгар сезона ловли жемчуга, и сюда собрались туземцы со всех окружающих островов, даже таких отдаленных, как Таити. «Здесь 1200 человек. Мужчин, женщин и детей», — сказал капитан Линч. «Интересно, сколько останется к утру?» «Но почему нет ветра? Вот что хотелось бы мне знать», — спросил Рауль. «Не волнуйтесь, молодой человек, не волнуйтесь. Вам и без того придется поволноваться». Не успел капитан Линч закончить фразу, как громадная водяная масса обрушилась на Атолл. Морская вода забурлела под их стульями, на три дюйма покрыв землю. Унылый, испуганный вопль вырвался из толпы женщин. Дети, цепляясь за них руками, с ужасом смотрели на несметные валы и жалобно плакали. Цыплята и кошки в смятении перебегали по воде и в поисках убежища взлетали и карабкались на крышу дома капитана. Один туземец с новорожденными щенятами в корзине влез на кокосовую пальму и на высоте двадцати футов от земли прикрепил корзину. Сука в отчаянии барахталась внизу в воде, визжа и лая. А солнце все еще ярко светило, и мертвый штиль продолжался. Капитан и Рауль сидели, наблюдая за волнами и бешено раскачивающиеся аураи. Капитан Линч смотрел на быстро несущиеся огромные горы воды, затем закрыл лицо руками, чтобы избавиться от этого зрелища, и немного погодя вошел в дом. «Двадцать восемь шестьдесят», – спокойно сказал он, вернувшись. В руках он держал веревку, сложенную в кольцо. Он разрезал ее на несколько кусков, по пятнадцать футов в каждом. Один кусок передал Раулю, один оставил себе, а остальные распределил между женщинами, советуя им выбрать крепкое дерево и забраться на него. Легкий ветерок повеял с северо-востока, и, почувствовав свежее дыхание воздуха на щеках, Рауль оживился. Он увидел Аурае с поставленными парусами, удалявшуюся от берега, и пожалел, что он не на борту. Там он, конечно, был бы спасен. Что же касается Атола, море вторгалось сюда, почти сбивая его с ног, и он наметил себе дерево. Но, вспомнив о барометре, побежал к дому и столкнулся с капитаном Линчем, шествовавшим в том же направлении. Вместе они вошли в дом. «28-20», — сообщил старый моряк. «Похоже на то, что светопредставление начинается». «А это еще что?» «Казалось, что-то несется навстречу, рассекая воздух». Дом нарожал и колебался. Они услышали монотонные отголоски мощной звучной ноты. Окна дребезжали. Разбились две чашки. Ворвалась струя сквозного ветра и, ударив по капитану и Раулю, заставила их пошатнуться. Противоположная дверь с треском захлопнулась, щеколда сломалась. Белая дверная ручка упала на пол и разбилась. Стены комнаты трепетали, словно стенки баллона, который наполняют газом. Раздался гул, похожий на ружейный выстрел, и морская пена окатила стену дома. Капитан Линч взглянул на часы. Было четыре часа. Он надел пальто из грубого сукна, снял с крючка барометр и спрятал его в вместительный карман. Снова море с тяжелым гулом ударило в дом, и хрупкое строение заколыхалось и немного сдвинулось со своего фундамента, осев под углом в 10 градусов. Рауль вышел первым. Ветер подхватил его и завертел, увлекая вперед. Рауль заметил, что ветер дует с востока. С большим усилием бросился он на песок и, съежившись, старался удержаться. Капитан Линч, уносимый ветром, словно клок соломы, повалился на него. Два матроса с Аарае, спустившись с кокосовой пальмы, на которую взобрались, поспешили к ним на помощь, согнувшись вдвое, чтобы противостоять ветру, они отвоевывали каждый дюйм пути. Суставы старика окоченели, и он не мог подняться на дерево. Матросы, связав короткие куски веревки, втянули его наверх и привязали к верхушке дерева в 50 футах над землей. А Рауль обвил своей веревкой ствол ближайшего дерева и ждал. Ветер сбивал с ног. Никогда Рауль не представлял себе такой жестокой силы ветра. Волны перебрасывались через атолл, сбегая в лагуну, и скоро он вымок до колен. Солнце скрылось, спустились свинцовые сумерки. Несколько капель дождя, сёкшего почти горизонтально, ударили его, словно свинцовые пули. Брызги солёной пены хлестали по лицу, как будто осыпая пощечинами. Щёки горели. Слёзы выступили на его глазах, разъеденных солёной водой. Несколько сот туземцев разместились на деревьях, и Рауль не прочь был посмеяться над этими гроздьями людей, украсившими верхушки. Будучи уроженцем Таити, он ловко согнулся вдвое, обхватил руками ствол, прижал к нему ступни и начал сбираться на дерево. На верхушке он нашёл двух женщин, двух детей и мужчину. Маленькая девочка сжимала в руках кошку. С высоты своего гнезда он сделал приветливый знак рукой капитану, и отважный патриарх ответил ему тем же. Небо пугало Рауля. И действительно, оно словно придвинулось ближе. Казалось, опускалось на его голову и из свинцового превратилось в чёрное. Внизу, на земле, оставалось ещё много народу. Они толпились у подножия деревьев и цеплялись за стволы. В нескольких группах молились, и мормонский миссионер ободрял их. Чарующий звук, ритмичный и слабый, как нежная песня сверчка, на секунду коснулся его слуха, и в этот момент Рауль смутно подумал о небе и небесной музыке. Он оглянулся и увидел у подножия другого дерева большую группу людей, державшихся за верёвки и друг за друга. Он видел их напряжённые лица и согласно движущиеся губы. Звуки не достигали его слуха, но он понял, что они пели гимны. Ветер всё усиливался. Измерить силу ветра Рауль был не в состоянии. Этот ураган давно уже смёл всякое представление о ветре. Но Рауль всё же как-то угадывал, что ветер дует ещё сильнее. Неподалёку упало дерево, вырванное с корнями, и попадали на землю живые грозди. Волна омыла эту полосу песка и поглотила людей. События развивались быстро. Он увидел коричневое плечо и чёрную голову на бурлящей белизне лагуны. А через секунду всё исчезло. Падали другие деревья и ломались точно спички. Ночь ветра изумляла Рауля. Дерево, на котором он приютился, гнулось. Одна из женщин плакала и прижимала к себе маленькую девочку, а та, в свою очередь, цеплялась за кошку. Мужчина, державший другого ребёнка, коснулся руки Рауля и указал ему вниз. Тот взглянул и увидел мормонскую церковь, которая неслась по воде, словно пьяная. Она сорвалась с фундамента, ветер и волны подхватили её и влекли к лагуне. Страшная водяная гора приподняла её и понесла, швыряя о стволы кокосовых пальм. Гроздья человеческих тел осыпались, словно спелые кокосы. Отливающая волна оставила их на земле. Некоторые лежали неподвижно, другие метались и корчились. Они странно напоминали муравьёв. Рауль не был потрясён. За той гранью, какую он переступил, человек не ведает ужаса. Спокойно, как на обычное явление, смотрел он на следующую волну, очистившую песок от человеческих останков. Третья волна, чудовищнее всех до сей поры им виденных, увлекла мормонскую церковь в лагуну и церковь, полузатопленная, гонимая ветром, поплыла в темноту, напомнив Раулю ветхозаветный Ноев ковчег. Он посмотрел в сторону дома капитана Линча и с изумлением увидел, что дома нет. Действительно, события чередовались быстро. Рауль заметил, что многие из приютившихся на деревьях теперь спускаются на землю. Но ветер все усиливался. Рауль мог судить об этом по тому дереву, на котором сидел. Оно не качалось больше, сгибаясь и выпрямляясь. Теперь оно казалось почти неподвижным и согнутое ветром дрожало мелкой дрожью. Дрожь эта вызывала тошноту. Мелкая, частая, она была подобна вибрированию камертона или язычка варгана. И действовала в высшей степени неприятно. Примечание. Варган. Музыкальный инструмент. Железная полоса, согнутая лирой с вставленным посредине стальным язычком. Конец примечания. И хотя корни крепко держали дерево, но оно не могло противостоять такому напору и должно было подломиться. А вот и еще одно дерево погибло. Он не заметил, как оно упало и видел только уцелевшую половину ствола. Расслышать ничего нельзя было, так как все звуки и треск деревьев и человеческие вопли отчаяния терялись в этом величественном необъятном грохоте моря и ветра. Когда подломилось дерево капитана Линча, Рауль как раз смотрел в ту сторону и видел, как ствол бесшумно сломался пополам. Верхушка дерева с тремя матросами с Аораи и старым капитаном понеслась к лагуне. Она не коснулась земли и словно плыла по воздуху, как огромный клок соломы. Он следил за ее стремительным полетом, пока она не достигла моря. Напрягая зрение, он заметил, что капитан Линч машет ему на прощание рукой. Теперь Рауль решил не терять времени. Он дотронулся до туземца и подал знак, что пора спуститься на землю. Мужчина на это соглашался, но женщины оцепенели от ужаса и туземец предпочел остаться с ними. Рауль обвязал веревку вокруг ствола и скользнул вниз. Поток соленой воды пронесся над его головой. Он задержал дыхание и силой отчаяния уцепился за веревку. Волна отхлынула и под прикрытием ствола он передохнул. Едва успев надежнее закрепить веревку, он снова был покрыт волной. Одна из женщин спустилась и присоединилась к нему. Туземец остался на дереве с другой женщиной с двумя детьми и кошкой. Рауль еще раньше заметил, как постепенно редеют группы, жмущиеся у подножия деревьев. Теперь та же участь грозила и ему. Он собрал все силы, чтобы противостоять напору волн, но женщина, присоединившаяся к нему, заметно слабела. Непрерывно заливаемой волнами он удивлялся, что и он и женщина оба еще целы и невредимы. Наконец, вынырнув еще раз, он увидел, что остался один. Он поднял голову. Вершина дерева исчезла. Мелкой дрожью дрожал расщепленный ствол. И так он был спасен. Корни еще крепко держались, а верхушка была срезана начисто. Рауль начал взбираться по стволу, но ослабев, продвигался медленно, и волна за волной окатывали его, пока он не поднялся над ними. Там он привязал себя к стволу и приготовился встретить ночь. Окутанный тьмой, он чувствовал себя очень одиноким. Временами ему казалось, что наступил конец света, и он единственный человек, оставшийся в живых. А ветер все усиливался, с каждым часом крепчал. Около одиннадцати часов по вычислениям Рауля ветер достиг предельного напряжения. То было страшное чудовище, неистово вопящая фурия, разрушительный вихрен летал беспрерывно, неустанно. Рауль указалось, что он сам стал легким и словно эфирным, и теперь несется вперед с невероятной быстротой, прорывая непроницаемую толщу материи. Ветер перестал быть воздушным течением. Он казался плотным, как вода или ртуть. У Рауля было такое чувство, что этот воздух можно осязать и рвать на куски, точно мясо. Казалось, можно ухватиться за него и держаться, повиснув на нем, как на выступе скалы. Ветер давил его. Рауль не мог сопротивляться его порывам, не мог дышать. Ветер растягивал его легкие, как пузыри, врывался в рот и ноздри. Ему казалось в эти моменты, что тело его пухнет, переполняясь песком, и только прижав губы к стволу дерева, он мог вздохнуть. Неутомимый напор ветра истощил его силы. тело и мозг изнемогали. Он больше ни на что не смотрел, не думал и впал в полусознательное состояние. Только одна мысль еще мерцала в сознании. Так вот, что такое ураган. Эта мысль, отрываясь, снова возникала в нем, подобно случайным вспышкам слабого пламени. Из состояния полного отупения он снова возвращался к ней. Так вот, что такое ураган. И опять погружался в оцепенение. Бешеный натиск урагана длился от 11 ночи до 3 часов утра. В 11 часов сломалось дерево, куда взобрался Мапуи с семьей. Мапуи выплыл на поверхность лагуны, прижимая к себе свою дочь, Нгакуру. Только островитяне южных морей могут вынести такой удушающий вихрь и волнение. Пандановое дерево, которому он привязал себя, беспрестанно переворачивалось в бурлящее пение. Мапуи цеплялся за него, то ныряя вместе с ним, то высовываясь из воды, и напряженный увертывался от грозящих ударов. Лишь благодаря необычайной ловкости мог он выплывать вместе с Нгакурой на поверхность, чтобы набраться воздуху. Но воздух был пропитан водой от летящих брызг и потоков дождя, падающего отвесно сплошной завесой. Оставалось пересечь лагуну, проплыть 10 миль до противоположного берега Атолова. Швыряемые из стороны в сторону стволы деревьев, бревна, обломки лодок и разрушенных домов убивали девятерых из десяти несчастных, переплывавших лагуну. Полузадушенные, изнемогающие, быстро попадали они в эту дьявольскую ступку, и здесь искалеченные, разбитые, превращались в бесформенные трупы. Но Мапуи повезло. На спасение у него был один шанс из десяти, и этот шанс выпал ему благодаря извечным капризам судьбы. Истекающий кровью Мапуи был выброшен на берег. Левая рука ногоокуры была сломана, пальцы правые раздроблены, щека и лоб ободраны до кости. Мапуи обхватил ствол уцелевшего дерева и, держа девочку, прижался к нему, глубоко прерывисто вбирая воздух. А в это время волны с лагуны омывали его до колен, иногда поднимаясь до талии. Около трех часов ярость урагана начала стихать. К пяти часам подул свежий резкий бриз, а в шесть наступило затишье и засияло солнце. Волнение на море улеглось. На берегу еще не совсем утихшей лагуны Мапуи увидел разбитые тела тех, которым не удалось спастись. Несомненно, Тефара и Наури были среди них. Он побрел вдоль берега, осматривая трупы, и нашел свою жену, которая лежала наполовину погруженная в воду. Он сел возле нее и заплакал. Стал испускать резкие животные стоны. Вдруг она пошевельнулась и застонала. Он стал ближе присматриваться к ней. Она не только была жива, но на теле ее не оказалось даже никаких ран, просто она спала. Ей также выпал один шанс из десяти. Из 1200 человек в живых оказалось 300. Мормонский миссионер и жандарм сделали перепись. Лагуна тишела трупами. Ни одного дома, ни одной хижины не было видно. На всем атолле не осталось камня на камне. Из каждых 50 кокосовых пальм уцелела одна. Но и та была искалечена и ветер сбил все орехи. Пресной воды не было. Вода в мелких водоемах до краев переполненных дождем оказалось насыщенной солью. Из лагуны вытащили несколько промокших мешков с мукой. Оставшиеся в живых вырезали сердцевину из упавших кокосовых пальм и съедали ее. Вырывая в песке ямы и покрывая их обломками железных крыш, они сооружали повсюду маленькие норы и вползали в них. Миссионер устроил грубый перегонный куб, но не в силах был перегнать воду для трехсот человек. К концу второго дня Рауль, купаясь в лагуне, заметил, что жажда его слегка утихла. Он сообщил эту новость и тотчас же триста человек мужчин, женщин и детей вошли по шею в лагуну и утолили жажду, впитывая воду порами кожи. Мертвецы плавали вокруг и все новые трупы поднимались со дна. На третий день оставшиеся в живых похоронили своих покойников и стали ждать пароходов. Тем временем Наурия, оторванная ураганом от своей семьи, совершила путешествие полное приключений. Уцепившись за грубую доску, которая поранила ее и покрыла все тело занозами, она на волнах перелетела через атол в открытое море. Здесь, под страшными ударами водяных гор, она потеряла свою доску. Наурия была старая 60-летняя женщина, но, как уроженка по умоту, она сжилась с морем. Плывя во тьме, испуганная, задыхающаяся, она ловила каждый глоток воздуха. Вдруг ее больно ударил в плечо кокосовый орех. В одно мгновение в голове ее созрел план. Она схватила орех. В продолжении следующего часа она поймала еще семь кокосов. Связанные вместе они образовали спасательный пояс, который сохранял ей жизнь, но в любой момент мог превратить ее тело в кашу. Она была толстой женщиной и сильно страдала от ударов. Но ураганы ей были не в новинку, и не переставая молиться своему богу акул, чтобы сохранил ее от них, она выжидала, пока утихнет ветер. Однако к трем часам она находилась в таком утупении, что ничего уже не сознавала. В таком же состоянии она была и в шесть часов, когда наступил штиль. И только выброшенная на берег она пришла в себя. С ободранной кожей, с окровавленными руками и ногами, ползла она, выкарабкиваясь из затягивающих ее волн отлива, пока не оказалась за пределами их. Она знала, куда ее выбросили волны. Несомненно, то был маленький островок Тококота. Здесь не было лагуны, никто тут не жил. Хикоэре находился в пятнадцати милях отсюда. Видеть Хикоэре она не могла, но знала, что он расположен к югу. Дни шли. Она питалась кокосами, на которых приплыла. Они заменяли ей воду и пищу, но она не могла напиться и наесться в досталь. Спасение было проблематично. Она видела на горизонте дым пароходов, но разве можно было надеяться, что какой-нибудь пароход подойдет к заброшенному необитаемому Тококота. Первое время ее мучили трупы. Море упорно выбрасывало их на берег, и она, пока не истощились силы, с таким же упорством бросала их назад в море, где акулы подхватывали их и пожирали. Когда она ослабевала, трупы окаймляли берег, и, испытывая суеверный ужас, она уходила как можно дальше вглубь острова. На десятый день последний кокосовый орех был съеден, и она корчилась от мучительной жажды. Еле передвигая ноги, бродила она по берегу в поисках орехов. Странно было, что вокруг столько плавает трупов, и нет ни одного ореха. Тогда, как казалось бы, кокосов должно быть больше. Наконец, она прекратила поиски и легла в полном изнеможении. Приближался конец. Оставалось только ждать смерти. Выйдя из-за цепенения, она начала медленно осознавать, что все время, не отрываясь, смотрит на клок ярко-рыжих волос на голове одного из трупов. Волна ближе прибила труп, а затем оттащила обратно. Он перевернулся, и Наури заметила, что лица у него нет. Эти ярко-рыжие волосы казались ей знакомыми. Она не старалась опознать труп. Она ждала смерти, и ей мало было делать до того, кем мог быть этот ужасный мертвец. Но через час она медленно приподнялась и пристально уставилась на труп. Огромная волна отбросила его дальше, куда не достигали меньшие волны. Да, Наури не ошиблась. Эта копна ярко-рыжих волос могла принадлежать одному только человеку в полмоту, леве, немецкому еврею, скупавшему жемчуг и увозившему его на хире. И так ясно одно, хира погибла, божество рыбаков и воров отвернулось от скупщика жемчуга. Она подползла к мертвому. Рубашка его была разорвана и она увидела на трупе кожаный пояс для денег. Затаив дыхание, она с усилием расстегнула пряжку. Это оказалось гораздо проще, чем она ожидала. Торопливо поползла она по песку, волоча за собой пояс. Карман за карманом расстегивала она в поясе, но они были пусты. Куда же он ее спрятал? В последнем кармане она нашла ее, первую и единственную жемчужину, купленную им в это плавание. Она отползла на несколько шагов подальше от зловонного пояса и осмотрела находку. Это была та самая жемчужина, найденная Мапуи и отнятая у него Торики. Она взвесила ее на руке и осторожно стала перекатывать по ладони. Но подлинной ее красоты она не замечала. В ней она видела дом, так заботливо построенный мысленно Мапуи, Тефарой и Ею. Всякий раз, взглянув на жемчужину, она видела дом во всех его деталях, включая и восьмиугольные часы на стене. Для этого стоило жить. Она оторвала полоску от своей юбки и крепко привязала жемчужину к шее. Затем побрела вдоль берега, задыхаясь, охая, но упорно продолжая искать кокосовые орехи. Неожиданно она нашла один и, осмотревшись кругом, другой. Разбив орех, она выпила сок, который был уже испорчен и съела сердцевину. Немного позже она нашла разбитую лодку, в которой недоставала колышка, заменяющего уключину. Наурии не теряла надежды и к концу дня нашла колышек. Каждая находка была счастливым предзнаменованием. Жемчужина оказалась талисманом. К вечеру Наурии увидела глубоко сидящий в воде деревянный ящик. Когда она вытаскивала его на берег, в ящике что-то тарахтело. Там оказалось десять жестянок с лососиной. Колотя по лодке, она пробила одну жестянку, показался сок, и Наурии высосала его. В продолжении нескольких часов вытаскивала она по кусочкам лососину из жестянки. Еще восемь дней ждала она, что ее спасут. За это время она успела прикрепить колышек к лодке, привязав его волокнами кокосовых орехов и употребив в дело все, что осталось от ее юбки. Лодка была в трещинах, и Наурии никак не удавалось сделать ее непроницаемой для воды. Тогда она решила использовать вместо черпака скорлупу кокосового ореха. С большим трудом соорудила она весло. Куском жестянки обрезала до самых корней все свои волосы и из них сплела веревку. С помощью этой веревки она привязала трехфутовую палку к доске от ящика, зубами выгрызла клинья и этими клиньями укрепила веревку скрепляющую весло. На восемнадцатый день, дождавшись прилива, она в полночь спустила на воду лодку и поплыла обратно на Хекуэра. Эта старая толстая женщина от непосильной работы потеряла весь свой жир. Остались кости до кожи, до жилистые мускулы. Лодка была большая и управлять ею должны были трое сильных людей, но Наури гребла одна, пользуясь самодельным веслом. Лодка сильно протекала и много времени уходила на вычерпывание воды. В ясном дневном свете Наури высматривала Хекуэра, но тщетно. За кормой исчезла тококота, словно потонула в море. Жгучие лучи солнца полили обнаженное потное тело Наури. Оставалось еще две жестянки с лососиной. Она пробила в них дыры и выпила сок. Терять время на вытаскивание по кусочкам лососины она не смела. Течение уносило ее к западу и все время она должна была бороться с ним, направляя лодку на юг. С приближением сумерек она выпрямилась в лодке и наконец увидела Хекуэра. Его пышные кокосовые пальмы исчезли. И лишь кое-где видела она ободранные уцелевшие деревья. Теперь Наури ободрилась. Она оказалась значительно ближе к цели, чем предполагала. Течение все относило ее к западу. Она боролась с ним и продолжала грести. Связывающее весло веревка растянулась и Наури теряла много времени скрепляя ее. И то и дело она вычерпывала воду. Через каждые два часа приходилось ей работать черпаком. А течение все время относило ее к западу. К заходу солнца Хикуэре находился в трех милях от нее на юго-востоке. Было полнолуние. К восьми часам Наури приблизилась к острову на одну милю. И еще час изо всех сил боролась она с течением, но земля была все так же далеко. Наури находилась в самом центре течения. Лодка была очень большая, а весло несоразмерно маленькая. Много времени и сил тратила Наури на вычерпывание воды. Вдобавок старуха сильно ослабела. Несмотря на все ее усилия, лодку относила на запад. Наури произнесла молитву Богу Акун, соскользнула за борт и поплыла. Вода освежила ее. Вскоре лодка осталась далеко позади и через час Наури значительно приблизилась к берегу. Но тут-то и надвинулась опасность. Прямо перед ней на расстоянии двадцати шагов широкий плавник разрезал воду. Она решительно поплыла на него. Неторопливо Акула скользнула в сторону, обогнула Наури справа и стала кружиться возле. Та не отрывая глаз от плавника продолжала плыть. Когда он исчезал она опускала лицо в воду и высматривала Акулу. Когда плавник снова появлялся она плыла дальше. Чудовище разленелось. Она это видела. Несомненно оно наелось досото после урагана. В противном случае оно разумеется накинулось бы на нее. Длиной Акула была в 15 футов и одним движением чулестей могла перерезать ее пополам. Но нельзя было терять столько времени из-за Акулы. Плыла Наури или останавливалась, но течение по-прежнему влекло ее прочь от земли. Прошло полчаса и Акула расхрабрилась. Не видя ничего угрожающего со стороны Наури, она придвинулась ближе, все суживая круги и, скользя, нагло таращила на нее глаза. Наури знала, рано или поздно Акула наберется храбрости и бросится на нее. И старуха решила сделать первый шаг. Эта мысль была вызвана отчаянием. Одинокая старуха, заброшенная в море, ослабевшая от голода и тяжелой работы, отважилась напасть на этого морского хищника, предупреждая его нападение. Она продолжала плыть, выжидая удобного случая. Наконец, Акула лениво проплыла мимо, всего лишь в восьми шагах от нее. Старуха рванулась к ней, словно переходя в наступление. Акула яростно взмахнула хвостом, ее жесткая чешуя содрала с наури кожу, от локтя до самого плеча. Поспешно уплывая, Акула все расширяла круги и, наконец, скрылась. В норе, вырытой в песке и покрытой сверху обломками железной крыши, лежали и спорили Мапуи и Тефара. «Если б ты сделал так, как я говорила, в тысячный раз повторяла Тефара, спрятал бы жемчужину и не говорил о ней никому, она была бы сейчас у тебя. Но ведь Хуру-Хуру был со мной, когда я открыл раковину, сколько раз мне повторять. А теперь у нас не будет дома. Рауль сказал мне сегодня, что если бы ты не продал жемчужину, Торике, я ее не продавал, Торике отнял ее у меня. Если бы ты не продал жемчужину, он дал бы тебе пять тысяч французских долларов, а это равняется десяти тысячам чилийских. Он поговорил с матерью, пояснил Мапуи, она знает толк в жемчуге. А теперь жемчужина потеряна, жаловала Стефара. Я уплатил долг Торике, ведь я был должен ему тысяч двести. Торике умер, крикнула она, а его шхуне никто ничего не слыхал. Она погибла вместе с Аораей и Хирой. Разве Торике откроет тебе кредит на триста долларов? Нет, потому что Торике умер. А если б ты не нашел жемчужину, был бы сейчас должен Торике тысяч двести? Нет, Торике умер, а мертвому ты не мог бы заплатить. Ведь и Леви не заплатил Торике, сказал Мапуэ. Отдал ему клочок бумаги, за который в Папоэте Торике мог бы получить деньги. А теперь Леви умер и не может заплатить. И Торике умер. Бумага пропала, и жемчужина погибла. Ты права, Тефара. Я упустил жемчужину и ничего не получил за нее. А теперь давай спать. Но вдруг он поднял руку и прислушался. Откуда-то доносились звуки, словно кто-то с трудом тяжело дышит. Чья-то рука нерешительно ощупывала циновку, служившую вместо двери. Кто там? Крикнул Мапуэ. Наури послышался ответ. Не можешь ли ты сказать, где мой Мапуэ? Тефара испуганно вскрикнула и схватилась за руку мужа. Привидение! пролепетала она. Привидение! У Мапуэ лицо пожелтело от ужаса. Он слегка придвинулся к дрожащей жене. Добрая женщина, выговорил он, заикаясь и селись изменить голос. Я хорошо знаю твоего сына. Он живет на восточном берегу лагуны. Раздался вздох. Мапуэ почувствовал некоторую гордость. Он одурачил привидение. «Но откуда ты пришла, старуха?» спросил он. «С моря», был унылый ответ. «Так я и знала, так и знала», закричала Тефара, покачивая со стороны в сторону. «С каких это пор Тефара ночует в чужом доме?» послышался из зациновки голос на уре. Мапуэ боязливо и укоризненно посмотрел на жену, ведь это ее голос их выдал. «А с каких пор Мапуэ мой сын отрекся от своей старой матери?» продолжал голос. «Нет, нет, я не отрекался». «Мапуэ не отрекался от тебя», закричал он. «Я не Мапуэ, говорю тебе, он живет на восточном берегу лагуны». Нагакуру приподнялась на кровати и начала плакать. Сыновка заколыхалась. «Что ты делаешь?» спросил Мапуэ. «Я хочу войти», сказал голос Наури. Конец сыновки приподнялся. Тефара пыталась нырнуть под одеяло, но Мапуэ цеплялся за нее. Ему нужно было за кого-нибудь уцепиться. Они боролись друг с другом, дрожали, стуча зубами и пристально расширенными глазами смотрели на поднимающуюся сыновку. И наконец увидели медленно входившую Наури. Морская вода струйками стекала с нее, юбки на ней не было. Они отскочили, вырывая друг у друга одеяло на Гакуре, чтобы прикрыться им. «Вы могли бы дать матери хоть глоток воды?» жалобно сказала привидение. «Дай ей воды!» приказал от Эфара дрожащим голосом. «Дай ей воды!» повторил приказание Мопуи, обращаясь к Нгакуре. И вдвоем они вытолкнули Нгакуру из-под одеяла. Через минуту, выглядывая украдкой из-под Жениной спины, Мопуи увидел, что привидение пьет. Когда же оно протянуло дрожащую руку и положило ее на руку Мопуи, он почувствовал ее тяжесть и убедился, что это не привидение. Тогда он встал, таща за собой Тефару, и через несколько минут все они слушали повествование Наури. А когда она рассказала о Леве и положила жемчужину на руку Тефары, та убедилась, что свекровь ее жива. «Утром», сказала Тефара, «Ты продашь жемчужину Раулю за пять тысяч французских долларов». «А дом?» спросила Наури. «Рауль построит дом», отвечала Тефара. «Он говорит, что дом будет стоить четыре тысячи долларов, а на одну тысячу он нам даст товаров в кредит. Одна тысяча французских равняется двум тысячам чилийских». «И дом будет сорок футов длиною?» допытывалась Наури. «Ну конечно», ответил Мапуи, «сорок футов». «И в средней комнате будут восьмиугольные часы на стене?» «Конечно, и круглый стол». «Дайте же мне чего-нибудь поесть, я голодна», с довольным видом, сказала Наури. «А после этого мы ляжем спать, я устала. Завтра мы еще поговорим о доме, прежде чем продавать жемчужину. Лучше было бы взять тысячу французских наличными. Приятнее иметь деньги, чем кредит на покупку товаров у купцов».